На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения руководители профильных ведомств и крупнейших транспортных предприятий совместно с сотрудниками госавтоинспекции обсудили меры, способствующие повышению дорожной безопасности. В повестке комиссии оснащение трамваев и автобусов камерами видеонаблюдения. За 2021 год устройствами оборудовали 214 вагонов и 199 автобусов. Также обсудили статистику ДТП с участием пассажирского транспорта. В 2022 году работа по дооснащению системами видеонаблюдения и тахографами продолжится. Департамент городского хозяйства и экологии выступил с докладом об устранении очагов аварийности на дорогах местного значения Самары в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По итогам 2020 года совместно с ГИБДД города был составлен перечень аварийно-опасных участков. В него вошли объекты, которые требовали проведения инженерно-технических работ. По состоянию на первое-двенадцатой работы по ликвидации очагов аварийности 14 объектов, они завершены. На сегодняшний момент продолжаются работы по одному адресу, это Зухининское шоссе, улица Товарная. В настоящий момент надзорными органами определены 73 потенциально опасных участка, так называемых предочага, которые в 2022 году профильному ведомству предстоит устранить. Также обсудили тему детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. За 10 месяцев этого года произошло 120 ДТП с участием детей, в которых пострадали 129 несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом сотрудники госавтоинспекции отметили снижение аварийных случаев. В большинстве аварий дети были без сопровождения взрослых, что и стало причиной наезда. Также подвели итоги просветительской деятельности госавтоинспекции в школах, детских садах и колледжах. Для уменьшения числа ДТП и дальнейшей реализации профилактических работ город позаботился о приобретении так называемой лаборатории безопасности. Лаборатория безопасности оснащена разнообразным оборудованием, начиная от работающих светофоров, с помощью которого мы создаем автогородки. Также есть макеты автобусных остановок, то есть проигрываются все ситуации, в которые ребенок может попасть у нас на дороге. По прибытии в Самару новой лаборатории безопасности будет разработан график, по которому ответственные за это направление специалисты будут рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok